Вместе с тем, чтобы они были бы все производственниками, все были бы дающимися, трудящимися инженерами, специалистами, были бы еще и выдающимися деятелями культуры, и писателями, и композиторами, и поэтами, и певцами, и артистами, и это очень хорошо. Но я вам должен вот о чем напомнить, уважаемые армяне, все, больше всего армянская страна сейчас своей благополучием и строительством этих всех послеземлетрясений на земляных полках обязаны Николаю Иванович Решкову, гениальному председателю Совета Министров СССР. И я вам расскажу просто, как это дело, тут и вот мои друзья, чтобы они только это слышали. Я вам скажу так, когда случилось землетрясение в Армении, вдруг Николай Иванович Решков в этот же день улетел сюда, из Москвы, посмотреть, какие последствия этого тяжелого землетрясения. И вдруг, на следующий день после его уже появления в Армении, меня, а я в то время уже был министром в правительстве Решкова, руководителем глава Алма-Золота СССР, вдруг меня вызывает его заместитель в Москве, Совет Министров, и говорит, вот что, Николай Иванович позвонил сегодня из Армении, и приказал всем министрам Советского Союза, у которых в подчинении имеется предприятие в Армении, немедленно прилететь в Армению, чтобы вместе с ним заниматься, значит, вот последствиями землетрясения. И мы, естественно, выполнили приказ нашего дорогого представителя Совета Министров и прилетели буквально на следующий день сюда, ну, в Ереван, потом приехали в Ленинакан. Я приехал вместе со своим заместителем по капитальному строительству Эдуард Артемович Григоренца, ну, Асабир, который был в нашем министерстве долго, он в то время уже работал ответственным работником Совета Министров Армении. И вот мы приехали сюда, в Ленинакан, где шло совещание всей этой комиссии во главе с Николаем Ивановичем Рыжковым. И когда, значит, вот они решили так, что мы, наша глава «Алмазолота» СССР, в которой были в Армении три предприятия. Армзолото, крупное очень предприятие по добыче золота, Ереванский ювелирный завод был в нашем подчинении тоже. И в Армении еще замечательный завод по производству бриллиантов, огранки алмазов. И вот нас сюда вызвали, и там уже, когда Николай Иванович ввел эту комиссию, было принято решение, что глава «Алмазолота» должно построить три поселка здесь, на Енаканском районе, где было самое тяжелое землетрясение. И нам поручили построить Рыжков, Николай Иванович приказал, построить Торосгюх, Арпени и Гоговит. Всему нашему главу «Алмазолоту». И я, естественно, не я строил, я только, значит, руководил глава «Алмазолота», но мы привлекли к этому, и Николай Иванович приказал нам государственными деньгами все тут финансировать. И я, мы подумали, когда у нас очень были мощные артели старателей, и вот здесь вот Сергей Сергеевич Бондаренко, который тогда в Киргизии работал и был там председатель большой артели, мы ему позвонили отсюда, и он на следующий день прилетел. И мы ему сказали, что мы поручаем тебе возглавить строительство вот этих трех населенных пунктов. И он все гениально сделал. Все три поселка он построил за два года, быстрее всех других министерств. И сюда, я вам должен сказать, что приезжали сюда, и все, привозили оборудование, и привозили сюда рабочих, все наши крупнейшие предприятия. И северо-восток золото из Магаданской области, и якут-алмаз из Якутии, и якут-жолото из Якутии, и из Свердловской области, наше золото-довое предприятие, из Иркутской области, из Красноярского края. Все эти директора, выдающиеся, привозили сюда оборудование, и все принимали участие в строительстве, потому что они очень свято относились. А ведь армянский народ уже 300 лет был в составе России. И для нас любые народы внутри России, все братские, дружеские, товарищеские, все наши трудящиеся, очень здорово здесь работали. И я очень доволен тем, что после того, как мы поселки все построили еще в советское время за счет государственных денег, и мы еще, нам удалось всем вместе посоветовать и помочь построить вот эти самые дома культуры во всех трех поселках. И я очень рад, что этот дом культуры, я тогда тоже предложил, назвали его именем Сережи Бондаренко, который построил эти все три поселка. И еще, еще один, ну, дом культуры имени Рудакова был первый, мы его сегодня видели, а еще же, еще в другом поселке мы посоветовали и назвали дом культуры имени Собира Степаняна, который очень серьезно тоже вместе с нами сотрудничал по строительству всех этих трех населенных пунктов. Все, спасибо за внимание, желаю вам всем здоровья и счастья. Как сказали, я же, хоть у меня мама армянка, а папа русский, я армянский язык знаю плохо, но одну фразу я вам по-армянски скажу, как говорила моя бабушка Нина. Савинети, лафинети. Слово представляется, Лидия Нанян. Савинети, лафинети. Спасибо. 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!